Доброе утро, дорогие мальчики и девочки! Я рада вас снова приветствовать! И мы начинаем урок русского языка. Чтобы грамотными быть, надо правила учить. И на уроках русского языка нам очень много надо знать правильно, чтобы быть грамотными, писать грамотно, чтобы наша речь была правильной и красивой. Ну и мы с вами продолжаем работать по нашей большой теме глагол. Мы с вами уже познакомились с такими морфологическими признаками, как число и время. Мы продолжаем работать, тренироваться, упражняться по данным темам, определять число и время глагола. Ну и мы с вами продолжаем работать и давайте с вами потренируемся, вспомним предыдущий материал. Прочитаем стихотворение. Посмотрите на экран. Пройдет зима холодная, наступят дни весенние, теплом растопит солнышко, как воск снега пушистые. Прочитайте еще раз про себя внимательно данное стихотворение. Конечно же, оно посвящено нашим времени года весне. И обратите внимание на глаголы. И подумайте, глаголы к какому времени относятся. я думаю, догадались. Давайте посмотрим внимательно данные глаголы. Пройдет, наступят, растопит. То есть эти глаголы указывают на будущее время. Это глаголы будущего времени. Конечно, это еще будет. То есть зима пройдет, она еще не совсем прошла, хотя по календарю она прошла. Но в данном случае у нас еще много снега. Наступят дни весенние. Конечно, все мы рады, ждем их. И теплом растопит солнышко, как воск снега пушистые. Все уже вокруг будет таять и полностью сойдут все снега. То есть в данном стихотворении Дрожжина используются глаголы будущего времени. Давайте прочитаем следующее стихотворение. Солнце ласково смеется, светит ярче, горячей, а с пригорка звонко льется, разговорчивый ручей. Обратите внимание на глаголы в данном стихотворении. Как вы думаете, а эти глаголы к какому времени относятся? Догадались? Давайте еще раз обратим внимание на глаголы смеется, светит, льется. То есть данные глаголы отвечают на вопросы, что делает? Смеется, что делает? Светит, что делает? Льется. Данные глаголы относятся к настоящему времени, то есть момент речи, что они сейчас в данный момент делают. И, конечно же, мы видим солнце за окном, что оно и светит ярко, и становится дни теплее, и кругом бегут ручьи, звонко льются. Итак, это глаголы настоящего времени. Ну и давайте посмотрим следующее стихотворение. Снег теперь уже не тот, потемнел он в поле. На озерах треснул лед, будто раскололи. В данном стихотворении Маршака тоже обратите внимание на глаголы и подумайте, а здесь глаголы к какому времени относятся? Итак, давайте посмотрим, что сделал? Потемнел, что сделал? Треснул и что сделали? Раскололи. Данные глаголы относятся к прошедшему времени, то есть то, что уже произошло. Снег потемнел и уже ледоход. Во многих речках уже ледостав прошел. Итак, будто раскололи, тоже глагол раскололи относится к прошедшему времени. Вспомнили? Итак, мы с вами сейчас рассмотрели три стихотворения, где в каждом данном стихотворении используются глаголы определенного времени, прошедшего, настоящего и будущего. Мы с вами научились уже определять время глаголов. Ну и сегодня мы с вами на уроке рассмотрим внимательно такие приемы, как изменение глаголов по временам, что глаголы могут изменяться по временам. Тема нашего урока изменение глаголов по временам. Сегодня мы с вами потренируемся, поупражняемся, как же глаголы у нас могут изменяться по временам. Итак, для начала давайте вспомним на предыдущем уроке, как мы определяем время в русском языке. Посмотрите на табличку. Итак, мы смотрим и определяем, что говорится в данный момент речи. То есть прошедшее уже произошло, настоящее то, что сейчас происходит и будущее то, что будет происходить. Вспомнили? Ну и конечно же, чтобы определить время, мы должны правильно задать вопрос. Итак, давайте выполним задание. Посмотрите внимательно на глаголы. Вам нужно заполнить таблицу и записать глаголы. Прочитайте глаголы, которые даны в неопределенной форме. Мы помним с вами о том, что глаголы в неопределенной форме отвечают на вопросы, что делать, что сделать и оканчиваются на ТИ с мягким знаком, ТИ с буквой Е и ЧИ с мягким знаком. Вспомнили? Итак, у вас даны 4 глагола. Говорить, слушать, запоминать и запомнить. Подумайте и образуйте глаголы в данное время, которое вам дано. Быстренько про себя измените и посмотрим, что у вас из этого вышло. Легко ли вам было выполнить это задание? Ну и также хочу сказать о том, что эти глаголы, опять же, это действия, которые относятся к нам с вами говорить, то есть в данном случае говорим, слушаем внимательно, запоминаем, и все это вы должны запомнить, все, что мы с вами изучаем. То есть ваши действия. Я вам говорю, вы мне отвечаете, слушаем, запоминаем, и все это нужно запомнить, все, что мы с вами изучаем. Итак, ну давайте проверим, что уже у нас получилось. Итак, если мы возьмем глагол говорить. В настоящее время что делаю? Говорю. Что делал? Говорил. И что буду делать? Буду говорить. Изменили. Возьмем глагол слушать. Что делаю? Слушаю. Что делал? Слушал. И что делаю? Буду слушать. Запоминать. Запоминать. Запоминаю. Прошедшее, что делал? Запоминал. Будущее время буду запоминать. Запомнить. Почему-то у меня стоит прочерк в настоящем времени. Прошедшее, что сделал? Запомнил. И будущее, что сделал? Запомнит. Как вы думаете? А почему же я не образовала глагол настоящего времени от глагола запомнить почему у меня стоит прочер получилось ли у вас образовать от данного глагола глагол настоящего времени проблемный вопрос может тот и образовал ну подумайте и обратите внимание еще раз на глаголы неопределенной форме я вам напомнила на какие вопросы отвечают глаголы неопределенной форме и так давайте с вами посмотрим что глаголы говорить слушайте запоминать отвечает на вопрос что делать а вот глагол запомнить отвечает на вопрос что сделать запомнить и оказывается такие глаголы которые отвечают на данный вопрос не имеют форму настоящего времени вот с этим то мы сегодня с вами и познакомимся ваших учебниках есть табличка правила которые вы должны выучить и так обратите внимание на эту табличку то есть посмотрите как глагол изменяется по временам мы думали что это так просто и легко но оказывается есть глаголы конечно же которые различаются не определенной форме одни глаголы отвечают на вопрос что делать а другие отвечают на вопрос что сделать потом у них будут отличительные признаки которые вы узнаете старших классов но данном случае мы с вами сейчас только в зависимости от вопроса их отличаем и так глаголы неопределенной формы которые отвечают на вопрос что делать могут изменяться и стоять настоящем времени прошедшими будущем это мы видели это мы в этом мы потренировались и увидели что это изменить по временам можно данный глагол но глаголы которые отвечают на вопрос что сделать обратите внимание они не имеют форма настоящее время мы никак не можем изменить данный глагол и поставить его настоящее время то есть что сделаю что делаю это сейчас а вот что сделают то есть потом то есть такие глаголы не могут стоять настоящим времени но прошедшее время будущее у них есть и так подведем итоги по данной табличке и у вас это также правило есть в учебниках что глаголы неопределенной форме которые отвечают на вопросы что делать изменяется по временам настоящий прошедший будущем а глаголы которые отвечают на вопрос что сделать могут стоять только форме прошедшего и будущего времени эту табличку нужно обязательно запомнить либо себе тетрадочку с правилом перерисовать и чтобы она у вас надолго сохранилась чтобы помнить о том как изменяется глаголы по временам хорошо рассмотрели табличку и вспомнили и так ну и когда вы будете выполнять упражнение нам по встречаются новые словарные слова об этих словах я хочу сейчас с вами поговорить давайте прочитаем стихотворение которое тоже у вас есть учебник помогаю помогаю маме я в уборке я квартиру подметаю протираю полки это небольшой отрывок из данного стихотворения упражнение вы найдете полностью это стихотворение которого сдано для выполнения заданий и в этом упражнении вам встретиться новое словарное слово квартира и так вот говорится стихотворение о том как дети помогают маме данном случае мальчик а вы помогаете своим мамам я думаю мама вам же будет приятно если вы кроме того что сделаете уроки еще и сделаете уборку и будете молодцы мама обрадуется и обязательно вас похвалит не забывайте об этом и так мальчик убирал квартиру давайте рассмотрим данное словарное слово и посмотрим его лексическое значение и так слово квартира это словарные она у нас не проверяем нужно запомнить не проверяем безударную гласную квартира пишем с буквой а что же такое квартира это отдельное жилое помещение в доме состоящие из одной или нескольких комнат с кухни и передней то есть передние это прихожая либо это помещение нанимаем и на определенных условиях для временно проживания то есть снимать квартиру и так запомнили это слово по написанию не забудьте с ним поработать провести словарную работу и записать его свои словарики и так также в следующем упражнении вам встретиться такая пословица и в ней встретиться новое словарное слово пословица взята из упражнения 212 герой никогда не умрет он вечно живет и так как же вы понимаете смысл данной пословицы что герой никогда не умрет он вечно живет давайте посмотрим и мы с вами все прекрасно знаем что подвиги героев никогда героя для нас не умирает герой герои живут в нашей памяти всегда мы о них помним ими славится наша страна проводятся различные праздники герой он навсегда остается герой его героический поступок всегда живет в памяти нашего народа и так давайте посмотрим и узнаем то что даже у нас в россии есть такой праздник который празднуется 9 декабря так ну и давайте посмотрим лексическое значение данного слова герой это выдающийся своей храбростью доблестью самоотверженностью человек совершающий подвиги либо герой это главное действующее лицо литературного произведения узнаете герой мультфильма героя сказок ваши какие-то мультипликационные герои то есть там тоже есть сказочные герои либо герой данного какого-то мультфильма но мы с вами рассмотрим первое лексическое значение то есть данные под циферкой 1 то есть герой это выдающийся своей храбростью доблестью самоотверженностью человек который совершает подвиги потому что в упражнении нам встретилась пословица что герой никогда не умрет он вечно живет и так мы говорим что герой живут нашей памяти давайте посмотрим вы на уроках на предыдущих или на классном часу говорили о таких героях которые напоминают о подвиге юных героев дети героя пионеры героя преддверии такого великого праздника как день победы а в этом году день 75 75 лет этому празднику мы говорим о героях великой отечественной войны и все вам известны дети герои которых вы тоже говорили урока в школе также герои следующие так посмотрим у нас по указу президента теперь праздник отмечается 9 декабря день героев отечества в этот день честуют героев советского союза героев российской федерации также кавалеров ордена святого и горги и ордена славы то есть и праздники где у нас обязательно вспоминают героев они говорят о них помнит их честуют давайте посмотрим что у нас ведь не только может человек быть героем а у нас есть еще и города герои тоже говоря о великом празднике дню победы с вами вспомним о том что каждому городу который выдержал борьбу с фашистами присвоено звание город герой перед вами их несколько на экранах городу герои присвоена высшая степень награды родины за мужество и массовый героизм проявлены в борьбе с фашистской германией в годы великой отечественной войны если вы знаете такие города как москва сталинград мурманск тула смоленск новороссийск севастополь ленинград брест минск керчь одесса киев это города герои о них вы тоже многое наверное уже слышали знаете и прочитали если нет то конечно же узнайте поподробнее об этой теме что за города герои как и каждому городу присвоено определенное звание определенном году так значит данное слово герой вы тоже обязательно запишите свои словарики и так давайте еще раз посмотрим на данные словарные слова которые мы сегодня с вами узнали это слово квартира и герой запомните их правописание запишите обязательно словари проведите словарную работу и выучите эти слова и так ну и подведем итоги урока и так какую тему мы сегодня с вами повторили мы с вами повторили время глаголов как изменяются глаголы мы сегодня с вами узнали что глаголы изменяются по временам но узнали о том что не все глаголы могут изменяться по временам если брать глаголы не определенной форме. Если глагол, который отвечает на вопрос, что делать, изменяется по всем временам, то глаголы, которые отвечают на вопрос, что сделать, имеют только форму прошедшего и будущего времени. Что узнали нового на уроках? Как раз таки, как изменяются глаголы по временам и какие именно. Ну и познакомились с новыми словарными словами. Что нужно знать по данной теме? Конечно же, нужно знать правила. Обязательно читайте, закрепляйте эти правила, которые даны у вас в учебнике. Не забывайте об этом. Ну и на этом у нас урок подошел к концу. Вы большие молодцы, что внимательно меня слушали. Спасибо вам за внимание. Урок закончен. До свидания.